Всем привет! Привет-привет! И добро пожаловать на мой канал. Канал Мама Лены. Мама Лена. Мы прочитали там название Мама Лена. Мы в гостях у Лилианы. Она меня будет сейчас кормить пирожками. А до этого была экскурсия по квартире. Она всё рассказала. Смотрите предыдущее видео. Там она рассказывает, какие переделки она сделала в этой квартире, какие деньги потрачены на газовое отопление и всё такое. Сейчас мы будем пить чай с пирогами. Пироги с чем? С капустой. Наши любимые. А тесто откуда? Тесто из магазина БИМ. А тесто готово. А капусту? Всё сама-сама. Будем пить чай и, наверное, я вам порасспрашиваю. Вы же сказали всю правду. Да, да. Всё расскажете. Ну, приятного нам аппетита. Так, это сахара нету тут? Нет, нет, нет. Берите, кладите. Я не знаю просто, кому сколько. Кому? Только я. Ложечки, смотрю, мельхиоровые. Завезённые из Российской Федерации. Кольчугинские. Да, да, да. Нет, не в плане рекламы, а вот так вот. Я думаю, что они не нуждаются в рекламе. Да, да. А, кстати, вот сказать, я давно уже не вижу в продаже мельхиоровых. Или где-то в каких-то дорогих магазинах есть. Это была покупка десятилетней давности. Лежали, ждали своего часа. Вот они дождались поездки в Турцию. Ну, тогда давайте про Турцию и поговорим. Выпьем. Ну, собственно говоря, да. Выпьем чаю. Да, попьем чаю и поговорим. Лилиан, ну вот я, например, знаю, что вы сюда приехали в сентябре, вернее, купили квартиру. Прошлый год, да, в сентябрь месяц. В сентябре прошлый год. Получился отпуск, да, совпали все звезды, сошлись на небе. Все-таки это произошло, потому что мы должны были отдыхать, ехать еще в 20-м году, в июне месяце. Но в силу того, что был локдаун. Вы приехали сюда отдыхать и с целью приобретения квартиры. То есть задумка была купить квартиру? Или как? Как вообще? Задумка была, вообще у нас мечта была с 2001 года. То есть 20 лет мы ее вынашивали, эту идею. Именно в Турцию? Именно в Турции, да. А чем вам так Турция запала? Вот как вот все говорят, вот зашло вот прям вот с первого дня, что называется. Хочу, хочу, хочу. Хочу, да. Комфортно, комфортно. Ну вот я тоже вот как раз рассказывала, что когда я только началась сюда, приехала там первый раз, я поняла, что мне хорошо в этой стране, я себя тут чувствую. Ну, не сказать, что как рыба в воде, потому что я не знаю турецкого языка вот этот такой большой недостаток. Но это не вводит какой-то дискомфорт. Да, оно не мешает. Вот это в этом отношении, да. Не мешает. И вы приехали купить квартиру с мужем? Да, да. Мы приехали, и буквально в день его рождения, так совпало, 13 сентября, мы выбрали эту квартиру. Это был подарок на его 60-летие. Это сверху. Хорошо, муж ты где? Муж работает. Так. Спасибо нашему правительству, полтора года добавили. То есть муж хотел пойти на пенсию и приехать в эту квартиру. Ну да. Наше правительство сказало, такие люди нужны на рабочем месте. Да, да, да. Ну мы не будем про политику. Нет, 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 отнюдь. Это я говорю... Это наша боль. Да, да, это наша боль. Это наша боль. И... Теперь он в середине марта должен как бы выйти по годам, выйти на пенсию и, значит, надеюсь, что это закончит работать и приедет. Будем жить здесь, жить, поживать. То есть вы хотите сказать, что он поехал в Москву, а вы тут с квартирой занимались одна? Нет, мы приобрели квартиру, вернулись в Россию, обратно в Москву вернулись. Он вышел на работу. Да, потом полежали дома с ковидом. Он работает на скорой помощи, мой супруг, водителем. Вот. Так совпало, что... В общем, заболели оба, переболели. Выждала 2 недели карантина, собрала вещи, приехала сюда. И одна... Дела, да. Дела какие? Квартируют. Да, приводить в порядок квартиру. То есть вот в предыдущем видео вы рассказывали, тут стену ломали, тут газ проводили, трубы ставили, отопление, то и сё, кондиционеры. Рольставник, мебель. Рольставник, мебель, холодильник, всё сама. Да. Сама-сама-сама. Да, да. И что там ваши соседи говорят? Они диву даются. Ну, мне кажется, что диву даются все. Ну, сама-сама, но у вас всё равно тут есть знакомые, которые там помогают. Они все работают. То есть вот если я, у меня нет ни детей, ни притей здесь, никаких незнакомых, ничего, я вышла такая из аэропорта и стою, не знаю, куда пойти. Наверное, это будет очень проблематично. Да, это просто нереально, мне кажется. Нереально. То есть нужно каких-то знакомых, которые... За что-то ниточки, за что-то ухватиться. За что-то ухватиться. Ну, просто вот многие хотят переехать, но вот боятся. Ну, потому что, а как, вот что, там никого... Нет, ну, на пустое место ехать совершенно нет никакого смысла. Вот я хочу сказать, что если нет каких-то моментов, где зацепиться и с кем-то как-то вот... Ну, друзья, родственники, знакомые, там что-то такое, да? Да, 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 да. Ну, тоже они доверенные. Бывают, что друзья, которые... Я хочу сказать, что, наверное, к любому там не обратишься, ну, вот там к какому-то знакомому. Они должны быть какие-то достаточно близкие, чтобы вы понимали, что вам помогут, а не ваши просьбы там улетят куда-то в космос. Да, 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 безусловно, да, именно так. И сама-сама. Теперь всю квартиру привели уже в порядок. Да. Все, значит... Все сделано. Все сделано. Вот. Вкусные? Очень вкусные пирожки. Прям замечательные. Пропеклись, главное, чтобы бледными не были. Продолжим нашу беседу. То есть вы все сделали, летите теперь замужем, и он такой приезжает сюда на все готовенькое и начинает вас хвалить. Ну, я не знаю, посмотрим. Или вы ему покажете? Нет, на высшем у тоже, наверное, уже определили фронт работ там. Это, это, это. Естественно, естественно, да. Ну, я, конечно, стараюсь, чтобы он приехал отдыхать, потому как. Ну, да. Да. То есть какой-то определенный... Ковид не закончился, работать надо, руководство не отпускает его с работы. Две недели, дай бог, если даст, приедет. То есть еще неизвестно, да? У-у-у. Но вы будете его там ждать в любом случае, пока его не отпустят? Ну, дело в том, что если его не отпустят, я вернусь сюда обратно. То есть у него такой как бы режим. Где-то если в середине марта он улетит со мной сюда, то в начале апреля он должен вернуться в Москву. Потому что... Вы живете в Москве? Да, мы живем в Москве. Мы не сказали. Ну, вот я еще хотела спросить. Вы не чувствуете себя здесь с одинокой? Ну, вот приехала одна. Ну, там у друзей, у знакомых тоже там какие-то свои дела. Насколько я знаю, они живут достаточно далеко. Я знаю, что вы там каждый час общаетесь с мужем. Мы вот часто гуляем с собаками. Он вам звонит или вы ему там звоните. Это все понятно. Ну, а вот так-то. Здесь-то вот кто? Никого? Ну, не чувствуете себя? Были поначалу такие моменты. Я не скажу прям панические атаки, но были какие-то моменты, особенно когда холодная погода, дождливая и какое-то такое состояние, конечно. Но я думаю, это у всех наверняка бывает. И дома у себя. Когда руки опускаются. Когда руки опускаются. И настроение какое-то, да. Не такое как бы. Вот. Ну, грело душу то, что придет весна, приедет муж, приедут дети, внучки. Вот. У меня две внучки. Дети-внучки. У Лилианы двое детей. Да. Двое мальчиков. Да, два сына. И две внучки. Две внучки от старшего сына. Ну, они тоже планируют сюда приезжать отдыхать. Да, да, да. Для этого покупалась такая квартира, в принципе, чтобы достаточно семьи сохватило. Ну, отлично. Но я не думаю, что они тут всем скопом приедут два сына и это. Нет, нет, отнюдь. По одной семье. По одной семье. По одной семье. Да. Ну, и вот, наверное, вопрос, который хочу задать, который, наверное, волнует большинство подписчиков. Ну, кроме того, что чувствуете ли вы тут одиночество и скучно вам, не скучно. Ну, надо сказать, что вы очень коммуникабельный человек и у вас уже тут появились, уже тут появились знакомые, выращенные здесь, так сказать, приобретенные. Не те, которые там у вас до этого были. Вот. Ну, вопрос-то волнует еще, кроме друзей и общения, волнует еще... Откуда дровишки? Откуда дровишки? Конечно. Конечно, всех волнует, хватает ли вам, за что вы тут живете, хватает ли вам пенсии. Начнем с того, что весь... Там траты, не траты. Весь банкет за счет мужа. Муж работает. Муж работает, работает, да, платят. А вы на пенсии? А я на пенсии, да. То есть у нас пенсионерка из России купила квартиру в Турции. Но, извините, я же не на пенсию купила, я, извините... На пенсию молока купить бы. Вот, вот, а все, что накоплено на непосильном трудом, задолгое, да. Да, да, да. Нужно, честно, непосильным трудом все вложить. Задолгое. Ну, то есть вы в России ничего не продавали? Нет, нет, нет. Ничего не продавали, это вот чисто... Это сбережение. Вынашивали мечту на покупку квартиры, откладывали, накопили, приехали, купили. Ну, вот, как мечты. Мечты сбываются, да. Для этого надо идти, надо что-то делать, не сидеть вот так-то, да? Да, ну, дорога оселит идущая. Ну, хорошо, это понятно, накопление накопили, купили, там, как бы, не такая уж большая сумма по тем временам была. Момент покупки, да. Сейчас это в разы. Сейчас, да, квартиры в разы. Я вот уже рассказывала, что буквально воскресенье встречалась с одной знакомой, они тоже вот буквально в январе купили квартиру, не так далеко, в соседнем районе от нас, не так далеко, тоже 2 плюс 1, тоже первый этаж, тоже гиришкат, и квартира им обошлась 850 тысяч лир. Ого, бинго. Бинго, 850 против наших 300, там, 315, ну, вам пришлось еще вкладывать в отопление, в отопление, в ремонт. Ну, все равно, там, я думаю, и у вас, и у вас еще, кроме того, мебель какая-то. Да, 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 я пришла не на гол и стены. Да, там я так поняла, что это, ветер дует, то есть там ничего нет, ну, нет, ну, кухня-то, она всегда у всех есть. Ну, она, да, она присутствует, да. Вот, поэтому цены, конечно, выросли. Но я хочу сказать, я успела, я в последний вагон заскочить успела. Ну, как-то я тоже, получается. Но мы когда заскакивали, мы об этом не знали. Нет, да, да. Ничего не предвещало. Ничто не предвещало, как бы, ну, люди жили своей жизнью, ну, купили, купили. А как, когда началась инфляция, вот это, когда нули-нули-нули полетели, это... Ну, Лилияна, еще вот такой вопрос, все-таки вернемся к деньгам, к этим, где деньги, Зин. Ну, вот, хорошо, на квартиру вы накопили. А дальше как здесь жить? На одну пенсию? Ну, на две. И на две. Ну, как, на две? На две пенсии. На две пенсии его и моя. Ну, вот я думаю, что двух пенсий, имея в собственности квартиру, жилье. Да, да, да. Если не шоковать, по ресторанам не гулять, извините, не бегать в винный магазин, то вполне себе. Ну, нет, вот насчет ресторанов я бы поспорила, потому что здесь не так дорогое вот эти кафешки. Ну, а митрик приходит-то во время еды. Вот, да, не так дорого, и в Турции принято ходить в кафе, там, ужинать. Ну, это понятно, да. То есть это, ну, не каждый день, но, как бы, можно себе позволить. Ну, да, да, хотя бы раз в неделю. А вот насчет винной лавки я тут полностью согласна, потому что не будем рекламировать никогда. Такие напитки, во-первых, тут есть только специализированные магазины, где это продается. Да, да, да. Либо крупные супермаркеты, как Метро, Мигрос, вот где можно приобрести какие-то горячительные напитки. Да мало того, что не набегать, там цены такие, что вот просто мама не горюй, просто мама не горюй. Ну, слава богу, мы этим не страдаем, поэтому у нас... Да, нет такой нужды. Нет, абсолютно, да. Я сто процентов уверена, что мы проживем. Ну, все равно, как бы, праздники ж никто не отменял, там, какую-нибудь рюмочку. Ну, а для чего дети-то в России? Они же будут подвозить. Подвозить, да. Да, снаряды. То есть... На Новый год бутылка шампанска всегда будет. Вот, я как раз и хотела. Я про это. 8 марта, там, Новый год, там, день рождения. Ну, как бы. Праздники никто не отменял. А то, мы же с вами там завтракали, и мне сказали, что под такое завтрак... Или не прозавтрак. Ужинали. Ужинали. Да. Сказали, что где же вот над рюмочкой под холодец. А, ну, извините. А рюмочки вот не оказалось, никто не сбегал там. Да, да, да. Родственники еще не подъезжали. Километров пять за магазин. Да, да, да. Вот. То есть вы думаете, что вы вполне проживете? Да, справимся. Я думаю, что на две пенсии мы справимся. Но потом же дети есть. Да, да, в конце концов. Они должны содержать престарелых родителей? Я шучу, конечно. Нет, никто ничего не должен, да. Насчет престарелости. Да, насчет престарелости. Я думаю, что мы сами справимся со своими силами. Мы привыкли только на себя рассчитывать. Ну, сказала, что последний вопрос. Еще самый последний вопрос. Да сколько хотите. А что вы, вот чем планируете заниматься? Вот ремонт закончен. Вы тут все бегали, тут терли, тут мы. Все-все сделали, сели на диван, все. Что планируете делать? Чем себя развлекать? Чем заниматься? Ну, я понимаю, когда муж приедет, он там вот будет что-то там чинить, что-то там подкручить. Нет, нет, ну это разово он что-то починит, поставит. Ну, съездим, купим кровать с матрасом и стулья, и все, и на этом закончим. Остальное на море, на море, на море. То есть чисто отдых? Отдых, отдых хватит. Утром встала, позавтракала, на морюшко. У нас автобусная остановка здесь рядом, ходит 47-й автобус. 20 минут это на море. Как 20 минут? Не 20, он дольше идет. Ну, если где выйти. Можно и пораньше выйти. Ну, где вы выходите? Вот это, где Крутящаяся Мельница, как эта улица называется. Если выйти на этой остановке по прямой, выходишь прям к морю. По Сербантину, что ли, где вы спускаетесь? Да, да, да. А, там? Не, а я на 47-м проезжаю туда. До почти до конечной. Нет, он по кругу же идет. 47-м идет по кругу. Я знаю. Вот. Нет, я выхожу там, где раньше... По Пряжку не лопит? Да, я выхожу там, где раньше... За аквариумом. Да, за аквариумом, где раньше был этот мини-сити. Остановка так называется мини-сити. И вот тут там куча кафешек и как бы это... Ну, можно туда, да, проехать. Мне не нравится, ну, да, ехать дольше. Потому что... Не потому что по расстоянию, а потому что он... Он как заиск петляет. Да, он петляет этот автобус. Вот. Ну, мне вот там вот не нравится этот серпантин, потому что потом приходится в горку возвращаться. А, ну, нет, мы вот так идем, 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 идем и доходим до пляжа. Куни-Алты и прекрасно. Ну, понятно. Ну, мы просто маршруты любим выхаживать. Мы в Москве в летние хорошие погоды по пять километров, это минимум нагуливали. В общем, активный образ жизни. Да, да, бассейн, прогулки, пищи. Это в Москве. Здесь никаких бассейнов. Море-море-море-море. Только море, да. Вот. Ну, что? Спасибо за беседу. Спасибо за то, что ответили на вопросы. Честно. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. И спасибо нашим, моим зрителям, что посмотрели. Подписчикам. Что посмотрели видео. Ну, наверное, ждем комментарии. Я думаю, что они сейчас посыпятся. Ждем. 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 А с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. И всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.